Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 1270 номер. Событие дня. Притча 27.1. Не хвались завтрашним днём, потому что не знаешь, что родит тот день. Яков 4.13. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживём там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время и потом исчезающий, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Ну, и так, кто разумеет делать добро и не делает тому грех за 8 июня 2019 года, тут наше объявление, сестра умерла 42 года, остались четверо детей, ну и проще решили помогать. С ребятишками неблагополучно одни, а отец в ванне ночует и на ногах не стоит, и... Ну вот... Со средствами тут четко, ни один рубль зря не попадет. И предупрежденно, если не будете ходить в заповеди Господних, ну, просто кто помогал, вернем деньги и все на этом. Кое-что покупаем. Покупают сейчас. Я в советнике. И вот, пожалуйста, где, на что, как помогать можно. И дальше. Просто считайте сами. Вот я буду оставлять, это записи, какие я тут нашел за вчерашний день. И тормозните, и прочитайте. Мне считать это тяжело. Синодальный, конечно, лучше, но тоже не без ошибок. Видишь, как синодальный, не без ошибок. Администратор с азбуки, ушила, такой переводный. И все, и проще, и проще. Вот считайте, что они тут говорят. Администратор сайта Азбука нашел очередной умник, который будет лопотать, что Его вы неправильно перевели. Дмитрий Лемеш. Олег Глушила между собой разговаривается. Уже, если Сложеницына трогает, Шаламов. Да что Шаламов-то? Шаламов против Сложеницына, это немного там написал, а это все. Нет. Прочитали и делают. Я не пойму, как можно такие делать? Сравнение Шаламова и Шаламов, да, правильно. Чем он закончил? Что дальше было? Ну, это абсолютно несоизмеримые величины. И вот все это. Изучение Писания с Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Тема ответа священника Максима. Вот сам. О Десятине тут разговор пошел. Затормозите и прочитайте важные материалы. В Новом Завете нет ни одного стиха, который бы позволил христианам отдавать десятину от своего дохода. А торговлю заповедал. Вот не было ничего. Десятину, что она изменяться-то будет? Они не десятину отдавали, а все десяти десятин к ногам апостолов. Это воры пишут-то. Варьё. Которые не платят десятину-то. Десятина все определяет. Бог по-прежнему остался главным, кто дает нам воздух, землю, жизнь. И возьми его в соучастники златоуст, говорит. И отдай ему его десятину. Меня обкрадывайте. Это никуда не делось. Жадность позволяет трепаться. Просто не хочет ограничивать нашу щедрость. Десятина. Сергей Астахов об этом говорит. Ну и тут все сослеплено вместе. О десятине разговор. Тут Олег вмешался. Синодальным. Здесь администратор. А я дальше пишу. На память всем. Пишут, что синодальный перевод не без ошибок. Если такая мысль пройдет в сердце, то ничего уже святого и нет в Библии святой. Где ошибки и какие? Не ведают. Значит, под подозрение попадает весь перевод. И никак иначе. Поэтому эти слова об ошибках стали ядом и погибелью. Повторяю ежедневно, ежеминутно. Синодальный перевод Святой Библии 1876 года есть самый наилучший за всю мировую историю. И ему нет равных. И в нем нет ни одной ошибки. Он свят. Вот. Я прошу просто эти слова произносить как заклинание. Головин и Лапкин, чтобы нас здесь можно интервью сделать. Ответы на вопросы Головин и Лапкин отвечают. Это была замечательная идея. Но сначала отвечает Головин, а после ИТ. И это правильно. Теперь в какой форме едут крещение принимать. Уфауэр и Семенов там еще. Белая шея у меня жена сидит, кроет Вячеслав. Молодец, Вячеслав. Подружил нас Господь с ним. Ну и далее. Что тут говорят? Были с вышивкой, ничего пропустили у нас здесь. Вот обо мне тут говорят Стерлигов. Там про Бороду, Чаплин. Говорят, Чаплина смотрели, что Игнатий Тихонович говорил огонь. Ну, говорят, Чаплина-то и не стала там. Вот так. Сейчас еще немножко. Андрей Кураев пишет. Не женское богословие. Вот это об этом. Женщина может, нет. Я выписал все это. Можно просмотреть, прочитать. Но дело там в том, что немножко по-другому тут. Рукополагать, не руковополагать, женщины. Я даже, ну, считаешь и думаешь, ну, чем занимаются-то. Ну, нет женщин, нету, не положено ей быть священником. В алтарь даже девочку не заносят. Я отвечаю на это. Такая пустота в этих рассуждениях. Ну. Это Андрея Кураева статья. Он другое берет, он не утверждает ничего. Ну. Хорошая статья. Мэра-губернатора там избирают. Женщин, царицы бывают. Ну, какое отношение имеет к только положению. Епископ. Ну, просто дуркует, кто это начинает по-другому мыслить. Может, евреи, не евреи. Женаты, не женаты. Все это. Все это от праздного безделья. Хотя это одно и то же слово. Богородица. Оттуда взято празднование. Из Апокрифа все это взято. Я сколько говорил, так вы не признаете. Это такая большая статья. Я ее всю взял. Это мнение мужчины, опять же. Ну, феминизация. Здесь доказать ничего не надо. Отойди от них. Пусть они там мурыжатся. А ты иди на благовестие. Великую радость неси миру. И женщины там могут. Могут апостол для апостолов. В море Магдарина. Еще она. Апостол, она была руку полагала кого-то. Ну, нет же. Женщине алтарь закрыт навсегда. Я пишу. Только время тратило зря. Ничего не только нового, но и разумного нет в этих рассуждениях. Женщине алтарь закрыт навсегда. Даже девочку при крещении заносят в алтарь. Все остальное к теме рассуждений относится. Ну, другим там отвечает. Ну, на этом все оставим. Это за вчерашний день. С утра пораньше я говорил прийти, чтобы погрузиться. Все выезжаем. И вдруг, которые размонтируют мне компьютер, приезжают вдвоем. И начинаю я везде заготовил привязывать такие этикетки. С какого шнура, куда вставлять и все. В это время две машины приходят грузить. Тоже раньше, чем я говорил пораньше с запасом. Так они еще раньше. Теперь я на разрыв. Туда и сюда. Туда и сюда. А тут отправлять книги еще в Америку. Сергею говорю. Между мной и им уже прям до конфликта дело дошло. Я говорю, вот так положить. Он свое. Ну, я говорю, книги мои. Я отправляю. Мой клиент. Ну, тебя зачем спорит? Ну, сделай. Положи, как я говорю. На свое. Мне очень это не нравится. Кто бы это ни было. Не только Сергей. Ты. Я говорю, столько раз уже страдал от этого. И аппаратуру у тебя сломали. И все равно на своем стоишь. Это разведенные в армии, которые не были люди. Они одинаковые все. Вот я убеждаюсь в этом. То есть их нигде не ломали через колено. Она не слушает. Ломи-ка мое, говорит. Ткачев. Отец Андрей. Ломай ее, эту бабу. Нет, не пойдет так. Ни ломиком, ни как. Конечно, по-мерзки, да. Оглоблей бей ее, не убьешь. Надо работать. Трудиться, молиться. Смотреть надо заранее. Женился на скорую руку, на долгую муку. Вот так. И хороший шофер. Оказалось, что он уже четвертый раз нас четвертое лето привозит. Сергея звать. Его Андрей Головаевич привез. И все это погрузили. Муку, там крупы, что есть, растительное масло. И приехали и встретили. Я с одной девочкой приехал. Улья назвать. Маленькая, бледненькая такая, не разговаривает, сидит спокойненько. Как говорит, мышка. Нет, это не мышка. Я сразу созвал ту сестрой. Одна работала медсестра Муранова. Лидия Ефимовна, поговорите с ней. Потому что ее Надежда Васильевна сказала, что она болеет и то другое. Выявить ее болезнь. И сейчас будем природными средствами помогать организму выбраться. Нам нужна дистанция. Она бледная такая, худенькая прямо. И оказалось, ничего, говорит, не болит у меня, нету. Ну и считает больной. Я считаю так, ей нужна свобода. Она тут будет и бегать, и играть. Какой возраст ее? Шесть лет, я думаю, и так, наверное. Примерно так. Платья не сшили, как надо, по форме. Вчера пришлось тут безрукавое. Вот в этом. Да это мелочи. Ну это наши мелочи. Вы же к нам приехали-то. Не нарушайте в мелочах-то. Ты поедешь в соседнюю страну и на машине едешь. Ты должен правило знать, какое движение, по какой стороне. Мелочи, мелочи. Мелочи, тем более, легко их исполнить, раз они мелочи. Платье, край подолоба, не выше 10 сантиметров. 10 сантиметров предельно от пола. От пола. Ну, касаться вниз этой стороны, взъема. Вот так держать надо. И рукава закрыты до кистей, и за столом. Учить надо всему. Я учу, это наши правила. И которые наши люди здесь. Вот Игнатов Сергей Егорович. Ну, ни одного замещания никогда нет. Нету. Третий год приезжает с Украины, Донбасс. Юрист. В возрасте. И вчера вышли из храма, а дождик идет в Потеряевке. И он как хватил бежать бегом. И как он ноги переступает, и все. Видно, что он разработанный турист и спортсмен. И он до самого дома бежал, как пророк Ирия перед Кересницей Ахава. А я ехал на это, позади его уже, не за мной бежал. Даже думаешь, где ехать, как. Ну, и вот такой день был. Володя баню стопил до этого помыться. Я говорю, да у меня, я-то приехал только, только что мылся. Неделю надо. Нет, надо пыль смыть. Ну, пошел. Вот как бывает интересно. Вот у меня здесь никак не включается компьютер. Позвал Алексея, загуляет. Вот он. Он программистом работает. Но до того у нас с ним не получается никак. Он кричит мне в ухо. Я говорю, ты вот это сделай, я запишу. Он переключает быстро. Ты уничтожил мою прокладку, самую главную. Я обнаружил только сегодня утром, уже в воскресенье. Звонки даю Володе. Володя пришел, крутил, крутил. Но с переходным все-таки сделал. Не напрямую, а через переходник. Как-то сначала туда выходишь, потом на... Главная закладка выйти мне на первую страницу Ютуба. А вчера еще событие было. Гляжу вечером уже спать. Я голуби на первой голубятии. Высокая, сюрреалистичная. Крыша над землей, а отдельно на столбах 9 метров 60 сантиметров. Голуби там. А там у меня леток закрытый. Ну ладно, думаю. А пройти трава мокрая, дождь шел. Надо косить. Вот если выкосить дорожку. А летовки нету косы. Пошел к Володе где-то. А теперь тащить начал. Все разошлись. А время уже солнца ушло за горизонт. Уже темняет. Я начал косить, косить и чувствую. Зимой-то не работал. Сердце-то. Ну сразу прямо дает результат. Я чувствую колотится сильный. Остановился. Маленько остановлюсь. Ну на одну минуту. И дальше. И прокосил. Прокосил туда. Надо лезть. А почему так останавливаться? Ну как потом я когда приду в избу-то. Ложися спать. На операционном надо тихо гулять. Я косил. У меня сердце колотится. Выбивается из ритма. Где? Ну приехал зять. Любимый зять. Теща все скопал. То другое. Ну теща ему тут все. И поставила там штофик. Он выпил водочки маленькие. И ну сколько-то выпил. Как взять. Налюбуется друг на друга. И невеста, но жена-то его тут. И в баньку. Или там банька у них своя и сходился. Все. Вот перегрузку он старался. Выпил и то другое. Утром подошли. Алеша вставай. А Алеша мертвый. Алеша умер. Сердце отказало во сне. Я всегда так же лег. Косой-то намахался. А 12, 8 месяцев-то не работал. А где в городе работать-то? Да и мне нельзя колотить дрова. Это сотрясение после операции на позвоночнике. Ну и встал. Уже лег спать из-под одеяла. Вылез и пошел по комнате успокаиваться. Ходил. Ходил. Сердце успокоилось. Почувствую. А сам на ходу падаю. Вчера-то встал. В 2 часа ночи. И днем нигде не присел. Маленько даже, кажется, присел перед службой. И вот такое дело-то. Утром встал. И тут трудно входить в интернет. Очень трудно. И вдруг я вошел. Алексей там что-то переставил. То другое. А я еще не знаю, что главную закладку уничтожил он. Ну и Володя звонил. Если один звонок, значит, насчет того, чтобы пробудиться. А если два, значит, требуется помощь. Володя быстро пришел. Сидел, сидел и что-то сделал. Вот такое событие дня. А тут надо было еще... Девочку-то звонят. Сказали, что помыть надо гликерию в баню. Я пришел. В бане никого нету. Мне Володя нужен. Я туда-сюда, к Надежде Васильевне, где комната закрыта, покрещал. Нету. Поеду к Алешу. Еду, гляжу. А Володя идет, гликерию за руку держит. Так где был? Так в бане. Где? До Юнщиков. 28 лет потеряю. Никто к Юнщикам в баню не ходил. Никогда догадался-то. Никогда. А там уже не выпустят. Там добрые люди живут. И они... И Люда-то заболела. Жена Диакона. Я не мог догадаться, что именно там баня. И там у ней вещи были. А она заболела. И гликерию забрать. Она не поседа такая. Ну... И все сделали. Привели. И помылась она идет. Мокрая. И все по-хорошему. И тут дождик-то прошел. Трава благоухает. Высокая. Уже. И вот я лестницу-то. Залез наверх. На голубя. А у нас последний этаж. Приставная лестница. Чтобы мыши не залазили. И она убирается. Гляжу. Нету лестницы. А дальше-то не залезешь. Я попытался залезть. И нет. Это рукой только достаю до отверстия. А там надо подтягиваться на руках. А я хочу открыть отверстие для голубей. Когда она закрыта была с прошлого года. А голуби взлетели оттуда. И на Володин дом сели туда. И я тогда полез на низ. Думаю, пойду к Володе узнаю. Почему же лестницу взяли. С леска догляжу. А на ограду наклонена эта лестница. Наша. Я поглядел. Наша. А одному поднимать. Она тяжелая. Намокшая. Второе. И выше. Вот руку поднять над головой. Такой высоты. И чуть побольше. Как я его поднимал. Ну, никто не мог снимать. Это вообще. По сантиметру. Протягиваю. Держаться на лестнице. На вертикальной лестнице. Держаться надо. Ее в одну перей. Так. И наконец я ее поднял. Поднял. И там распечатал отверстие. А голуби на Володиной сидят. Думаю, прилетят. До утра я гляжу. А нет. А Володя, я, говорит, шел. Видел лестницу лежит. Не понял, какая лестница. Маленько приподнял. Видно, на ограду было. И я говорю, так это она, значит, выходит. Буря тут была перед нашим приездом. Буря прям настоящая. И лестницу оттуда выдуло. Ну, выдуло. И все. Кащало. Это все событие. Событие дня. Ну, все пока. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok